Единое сердце Украины. Флэшмоб с таким названием организовали активисты движения сопротивления «Желтая лента». Украинцы с временно оккупированных Россией территории попросили прислать фотографию родного города. Сначала флэшмоба мы получаем ежеминутно сотни фотографий от наших активистов с оккупированных территорий. Перед публикацией мы сопоставляем их с теми фотографиями, которые мы получаем в соцсетях с частью сердец от людей на по контрольной Украине территории. Это и Facebook, Instagram, Telegram. Открывайте Twitter. Любая соцсеть. Переходите по хэштегу и вы увидите просто большой поток этих фотографий и поддержки. Координатор движения сопротивления на временно оккупированных территориях «Желтая лента» в интервью громадскому радио. С весны прошлого года движение «Желтая лента» проводит акции гражданского сопротивления российской оккупации. При помощи лент, плакатов, граффити с украинской символикой и стикеров, его активисты напоминают об Украине на оккупированных Россией территориях. По словам координаторов, в деятельности организации участвуют более 7 тысяч человек. Большая часть находится в аннексированном России и Крыму. Одной из наших целей было создать что-то, чтобы и далее вдохновляло людей бороться. Мы хотели сделать что-то, что напоминало бы людям у нас в Херсоне о том, что это всё ещё Украина. Но с другой стороны, чтобы это было безопасно. Ведь не все могут носить с собой синий-жёлтый флаг или вывесить его на доме. Естественно, это будет небезопасно для людей. Поэтому в качестве условного символа мы взяли жёлтую ленточку. Во-первых, у меня таких лент дома было много. Во-вторых, они яркие, бросаются в глаза, легко запоминаются. Координатор движения сопротивления на временно оккупированных территориях «Жёлтая лента» в интервью «Радио Свобода». Украинцы на оккупированных российской армии территориях собирают важную для ВСУ и Службы безопасности Украины информацию. «Мы пытаемся максимально верифицировать эту информацию при помощи местных активистов. И потом эту информацию передаём, например, через чат-бот приложения «Еворох». А всё, что касается коллаборантов и палачей, передаём через чат-бот СБУ и Генеральной прокуратуре». Координатор движения сопротивления на временно оккупированных территориях «Жёлтая лента» в интервью «Радио Свобода». Полученная от подпольщиков информация помогает украинским военным противодействовать российской армии. К примеру, накануне в пресс-службе украинского оперативного командования «Юг» сообщили, что в Николаевской области на Кинбургской косе украинские военные уничтожили российскую технику и склад с боеприпасами. А в Херсонской области – три моторных лодки вместе с российскими диверсантами. На Кинбург российские военные могут понемногу подтягивать вооружение. Боекомплекты с левобережья временно оккупированы Херсонской области, поскольку это полуостров, соединённый по суше именно с этим участком. Они чуть ли не на пальцах бросают, кто поедет на это задание. Ведь знают, что вернуться оттуда фактически невозможно. Наталья Гуменюк – руководитель Объединённого координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины в эфире общенационального марафона. По словам координатора движения «Жёлтая лента», только в аннексированном России и Крыму в сопротивлении участвуют около четырёх тысяч мужчин и женщин. «Это неорганизованное движение сопротивления. Это отдельная активность отдельных граждан, у которых болит сердце и которые подвергают себя огромной опасности. Вместе с тем и организованное движение сопротивления на временно оккупированных территориях работает очень эффективно. И то, что мы часто слышим об успешных операциях, собственно, на этих территориях не состоялось бы без активной поддержки украинского сопротивления». Несмотря на жёсткие репрессии российских оккупантов, действует сопротивление и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, говорят в Главном управлении разведки Минобороны Украины. «На территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма, после того, как силы обороны начали освобождать территории и враг начал отступать, у людей появилась вера в победу. И поэтому, конечно, они готовы помогать и передавать информацию. Враг это понимает, поэтому пытается закручивать гайки и усиливать борьбу. Усиливаются фильтрационные меры со стороны оккупантов. Вводятся новые ограничения по связи и пользованию сетями. «Мы создали для наших активистов инструкции по безопасности. Они есть в чат-боте. Перед заданием каждый активист может свериться, взять запасной телефон или основной, почистить, удалить отовсюду постороннюю информацию продвижения, полученные задания, удалить переписку и фотографии, иметь сменную одежду. Когда ты идешь на задание, нужно менять маршруты, чтобы тебя нельзя было отследить. Если ты видишь, что в людных местах слишком тяжело работать, не рискуй». Координатор движения сопротивления на временно оккупированных территориях «Желтая лента» в интервью «Радио Свобода». На оккупированных территориях украинцы также собирают многочисленные свидетельства военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими. Потом эти факты станут доказательствами в Международном суде и спецтрибунале.